Подписываясь на единственный Профессиональный армянский канал на русском языке Вы помогаете производству качественных программ, освещающих как историю, так и современную жизнь армянского мира Не забудьте включить кнопку уведомлений о новых выпусках Спасибо, приятного просмотра Президент Франции Макрон принял участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции В частности, Макрон в своей речи на ужине сказал В вопросе истины существует братство между армянским и французским народами Борьба, которую армяне ведут за признание геноцида, является также борьбой против умалчивания и забвения Франция уже 19 лет вовлечена в это дело Уже год, как выполнено мое обещание, и 24 апреля объявлено во Франции днем жертв памяти геноцида армян Турция же заложила в основу своей политики ложь Также он заявил «Мы как государство не можем помогать непризнанному Арцаху, но я не буду препятствовать такой помощи со стороны тех французских организаций, которые будут это делать» ЕСПЧ обязал Баку выплатить 60 тысяч евро компенсации семье замученного в Азербайджане до смерти Манвела Саребекяна Напомним, что речь идет о жителе села Ттуджур и Аргуникской области Манвеле Саребекяне 1990 года рождения, который заблудился и попал в плен 11 сентября 2010 года 4 ноября того же года азербайджанская сторона передала Армении тело Саребекяна, который, согласно официальному заявлению Министерства обороны Азербайджана, скончался 5 октября вследствие удушения При предварительном осмотре на теле Саребекяна были обнаружены следы пыток, что свидетельствовало о жестком и бесчеловечном обращении В Ростове-на-Дону будет создан музей легендарного советского разведчика армянского происхождения Геворка Вартаняна Пресс-служба Генерального консульства Армении в Ростове сообщила, что для строительства музея выделен земельный участок в центре города на улице Серафимовича Геворк Вартанян родился в Ростове и является почетным гражданином города, который называют Южной столицей России В 2012 году Геворку Вартаняну на проспекте Звезд Ростова заложили именную звезду В странах Балтии основана новая епархия Армянской Церкви Священной энцикликой католикоса всех армян Горегина II провозглашено основание епархии стран Балтии Армянской Апостольской Церкви Данной патриаршей энцикликой с благодарным сердцем объединением армянских церковных общин Литвы, Латвии и Эстонии утверждаем епархию стран Балтии с центром в городе Рига, говорится в патриаршем Кандаке Горегина II Отмечается также, что главой новосозданной епархии стал епископ Вардан Навасардян Для самых маленьких и для тех, кто постарше Для спортивных и просто болельщиков Кровельный центр Скидки на кровлю для всех и для каждого 8800-1700 Кровельный центр Первое армянское органическое вино Тринити 6100 Арени Нуар 2018 года удостоилось золотой медали на самом престижном международном конкурсе органических вин Челлендж Милесим Био 2020 во Франции Среди победителей и призеров конкурса, за исключением Армении, нет ни одного представителя из числа бывших советских республик, в том числе и богатых своими винодельческими традициями Энди Серкис получил почетную премию Бафта Британская Академия кино и телевизионных искусств 2 февраля вручила британскому актеру, режиссеру и продюсеру армянского происхождения Энди Серкису почетную награду за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает The Hollywood Reporter Организаторы отметили, что Серкис, создавший таких персонажей как Голум, Цезарь, Кинг-Конг и Сноук стал первопроходцем в таких направлениях, как Motion Capture, Performance Capture, а также расширил критерии того, что в 21 веке считается актерством Герои всех любимых мультиков Союзмультфильма заговорят по-армянски Киностудия «Союзмультфильм» и армянская телекомпания «Шант» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках которого золотая коллекция советских мультфильмов будет переведена на армянский язык и выйдет в эфир нового HD-телеканала «Шант Кидз» Как сообщили в пресс-службе телекомпании, это позволит армяноязычным зрителям по всему миру смотреть лучшие мультфильмы знаменитой советской и российской киностудии Как отметил президент телекомпании «Шант» Артур Язекян запуская детский телеканал «Шант Кидз», потенциальная аудитория которого мировая армянская диаспора телекомпания не могла представить его сетку вещания без советских шедевров 28 января в Армении отметили 28-летие со дня создания современной армянской армии В этот день в Арцакском Шаумяне Николь Пашинян вручил ключи от 32 квартир семьям офицеров армянской армии Для прозрачности проведения тендеров в Армении все тендеры будут публиковаться на сайте 3wgnumner.am а проводиться тендеры по строительству и ремонту дорог будут на сайте 3warmapps.am Эти меры позволят свести коррупционную составляющую до минимума В Армению доставили 22 пожарные машины от правительства Японии. 9 машин отправятся в Марс-Лори Армения назначила своего представителя на контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс Арам Тананян, таможенный Аташе, будет находиться на КПП Верхний Ларс, чтобы решать на месте возникающие проблемы Через КПП Верхний Ларс проходит единственный сухопутный маршрут из Армении в Россию Дом там, где семья, где тебе рады, где каждый день как пятница Эко-поселок Пятница, 50 километров от Краснодара и вы в коттедже с видом на горы Американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян, выступающая в смешанных единоборствах UFC, вошла в рейтинг Pound for Pound В рейтинге, который распределяет всех бойцов вне зависимости от весовой категории, Чукагян заняла 10 место среди бойцов-женщин Кэтлин Чукагян по прозвищу «боец-блондинка» стала первой среди бойцов армянского происхождения в рейтинге Pound for Pound UFC В Федерации футбола Армении подвели итоги голосования за звание лучшего футболиста страны 2019 года Лучшим футболистом Армении был признан капитан сборной и полузащитник итальянской Ромы Генрих Мхитарян, набравший 109 баллов На втором месте в голосовании оказался нападающий немецкого Хофенхайма Саргиса Дамян, 104 балла На третьем – футболист Астаны Тигран Барсигян, 61 балл Генрих Мхитарян становится лучшим футболистом Армении в девятый раз в карьере Он добивался этого звания в 2009 году, а также ежегодно с 2011 по 2017 годы В 2018 году серию Мхитаряна прервал полузащитник сборной Армении Маркус Пизелли Тигран Аганесян из Тулы победил на чемпионате по грэпплингу приемом Кимура Мастер спорта по смешанным единоборствам 30-летний Тигран Аганесян из Тулы стал победителем открытого чемпионата Орловской области по грэпплингу, прошедшему накануне в Орле Финальная схватка Тиграна Аганесяна в весовой категории 92 кг прошла со спортсменом клуба Александр Невский Ильей Худяковым Аганесян применил болевой захват руки Кимура, что принесло ему бесспорную победу Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова